Субтитры делал DimaTorzok 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 DimaTorzok ДимаTorzok 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 DimaTorzok ДимаTorzok 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 Да, всем добрый день. Пока получается совмещать, я это очень мой рад, так как в выходные дни у нас ничего нету, играем только в годы, а хоккей, получается, как раз сопрадает на выходные дни. Атмосфера хорошая в хоккейной меди лиге и в футбольной меди лиге, очень шикарно все идет, организованно, спасибо, Николай. Всегда, Мячеслав, поиграть в хоккей с хорошими уровнями, с хорошими хоккеистами и это прекрасно получается сейчас делать. Про футбольную меди лигу, что же сказать, уровень растет, с каждым годом все больше и больше заходят профессиональные футболисты, даже можно обратить внимание на стыковые матчи, которые сейчас были, то что люди с очень хорошим байкраундом приходят сюда и показывают свой уровень. Слушай, ну тебе вот что ближе все-таки, футбол или хоккей? К чему душа больше лежит? Ну так как я с детства в футболе, меня хоккей никто не отдавал, но больше не синтетизирует хоккей. Спасибо, даже дали другого ответа. Расскажи про выбор Скоростов, почему Скоростов, как все это удалось осуществить? Про выбор Скоростов простой, пригласили на просмотр, посмотрели 3-4 дня и сделали выбор по мне и решили остаться в команде. Так как в моей предыдущей команде «Титан» были небольшие разногласия с примесным штабом, и я решил найти для себя новый вызов, и вот этому вызову стал Скоростов. Супер, спасибо. Денис Александрович, возьмите микрофон тоже. Еще один вопросик вам задам. Как вам подбор медийных футболистов, потому что вы до этого, как я понимаю, не особо следили. Вот что можете сказать о тех футболистах, которые сейчас сидят рядом с вами, также у нас в зале сидят футболисты футбольной команды Скоростов. И также я знаю то, что вы часто посещали матчи других медийных команд, чтобы кого-то посмотреть. Ну да, вы правы. Я просмотрел достаточное количество игр и наших соперников, вообще в общем лиге, чтобы было общее понимание. к чему стремиться, и есть своя специфика здесь. Ну, что касаемо наших футболистов медийных, у нас хорошие футболисты, и вообще у нас команда в целом очень хорошая подобралась. Вот, поэтому будет очень интересно посмотреть в этом сезоне. То есть мы достаточно конкурентно способны, чтобы бороться за самые высокие места. Супер, спасибо. Я думаю, то, что мы долгом там, вряд ли никого не будем, и у нас будут сейчас много вопросов от зала, потому что все ведущие журналисты, СМИ и люди, которые относятся к медиа к футболу, они здесь присутствуют. Я думаю, к Василию Михайловичу будут вопросы к главному тренеру, к нашим игрокам. Можно просто к Василию, пожалуйста? Не за что. Я тебя люблю. Я больше. Ребята, давайте тогда, мы будем давать микрофон, кто хочет задать свой вопрос, поднимайте руку, и мы будем к вам подходить. Я вижу твою руку. Давай. Представьтесь, но подскажите, какой я человек. Меня Алексей зовут. Телеграм-канал Незаметный футбол. У меня такой вопрос. Вот неделю назад появилась информация, что высшие леди Ростовской области, появился Скоростов. То есть, болельщики собрали. С финансами заявили команду. Получается, сейчас две команды существуют. Скай любительский и Скай медийный. Будет ли какое-то взаимодействие или ротация между командами? Какой лигой заявились? Высшая лига Ростовской области. Кубок вы только там. Супер. То есть, как Вы относитесь? Я вообще максимально позитивно отношусь к подобным моментам. Больше интересует, где все они были, как Голова, Скоростова. Были сложности и трудности. То есть, взаимодействия никак не будет? Не будем взаимодействовать, конечно. Будем взаимодействовать. Просто прошла вот эта очередная нотка. Вот. Вивористическая. О том, что год. Из Ростова на Дону украли Скоростов. Легендарные гусы зазвенели. Вот. Скоростов украли уже давно у болельщиков. Вот. Ну, чуть больше. Чуть меньше 20 лет назад. Вот. Болельщики, которые болеют за этот клуб, прекрасно знают, о чем я говорю. Вместе с возможностью тренироваться на своем стадьоне, который был с веселым. Базовый. Задолго до моего прихода. Мы сегодня говорим не об метрохом, а о хороших болельщиках. Ну, всегда существуют подобные движения. В Москве есть Спартак Москва, есть народная команда. Я считаю, что это нормально. Это конкуренция, это интересно. Естественно, люди хотят играть в футбол и приходить на стадион за знакомые цвета любимых. У нас немного другая задача. У нас по статистике того, как жил клуб Скоросток до того, как плохой человек туда пришел, чтобы его увезти из дома, ну, кто болел, кто болеет, кто знает статистику, она там, так скажем, ну, очень грустная. И все, что делали с клубом, предыдущие владельцы поступали как с ним, да. Мне кажется, все вот эти вопросы грустные и очень важные нужно задавать им. Потому что все, что мы делали после прихода и те результаты, которые мы добились, я считаю, они очень высокого уровня. Мы стали явлены призерами в целом дивизионе, проиграв Чайку, проиграв Махачкале, которая потом перешла получить поддержку, перешла обучить дивизион. То есть мы добились результата в 13 побед без просьбы. То есть мы играли, получив, образно говоря, ничего. Да, энтузиастов. Вот, Денис всегда сказал, энтузиастов, людей, которые просто очень любят скат. Конечно, у болельщиков есть немного непонимание, что такое медиалига. В массовом понимании болельщиков медиалига – это такая развлекательная штука, где приходят поощагалять. Для нас, для меня лично, медиалига – это место, где профессиональные футболисты, которые знают, узнают, могут доказать свой высокий уровень. И вот мы были на второго рядах, как играет сейчас Скоростол. Но я вам могу сказать, что мы можем пригласить из 2-го дивизиона любую команду, и мы посмотрим, кто как будет играть. И мы посмотрим, как это будет выглядеть. Поэтому, еще раз закончу. Да, я с пониманием отношусь к переживаниям Скоростол, потому что за 20 лет, до 20 лет с 81-го года, у Скоростола ничего не происходило в жизни. Это были постоянные переименования, какие-то перетрубации, вылеты, подъемы. То есть выше среднего, я так и не понимаю. Я понимаю переживания болельщиков. Они делают клубы, за которые они хотят приходить, поддерживают свою локальную группу, и это правильно. Мы никуда не уехали, никого не убавили. Это называется длительный выезд. Мы приехали сюда играть, потому что есть возможность и прославлять те же цвета и то же название, которое для всех нас очень важно. Спасибо. И вот еще один вопрос, вытекающий из этого. Получается переход в медиа-ребу. Это что-то про брендирование, маркетинг, скорее всего, я так понимаю. Нет. Не про это? Это хоростепенная и третья задача. Первая, чтобы наш клуб играл. Чтобы наш клуб играл и показывал высокий уровень профессионализма, мастерства и слаженности команды. У нас, помимо больших игроков и профессионалов, наш тренер, Денис, это известный армейский и спортсмен, и болельщик. Здесь люди, которые очень близко и понятны наши задачи. Анатон Дорофеев, движим. Здравствуйте, Василий. Здравствуйте. 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 Я, как раз, подвижухи, встречался, общался очень близко, договаривался, говорил о том, как все будет развиваться. Вот сейчас, когда произошел этот переход, вот такая встреча по душам была у тебя с этими людьми или да? С теми, с людьми, с которыми я встречался по душам тогда, и с людьми, которые являются моими единомышленниками, с людьми, с которыми мы работали над каждым выездом, над организацией каждого автобуса, переезда, с людьми, которые реально ходят на сектор, и просто люди, которые, как я их называю, большие профессионалы, которые занимаются профессиональным комментированием судьбы СКА, я с ними не общался, конечно. Я готов пообщаться с людьми, мне на это хватит времени и силы. Другой вопрос, что стало с болельщиком СКА? Вот те люди, с которыми я стоял вместе на секторе, болея за много плавуиздов, мы специально были вместе и остаемся вместе. Мы на первый матч официальный СКА Ростова из Ростова специально делаем автобусы, на который приедут наши болельщики поддержать наш путь. У меня закралась такая мысль непонятная для меня, почему болельщик СКА Ростов перестает им быть, когда уходят за калитку в стадион? Вот такой вопрос у меня перед. Потому что, еще раз повторюсь, отвечу к ответу, добавлю на предыдущий вопрос, где все были болельщики, когда происходило все это, если никого не было. Где все были люди? Почему никого не было? То есть, все происходило, как-то разлагалось, и всех это, в принципе, устраивало. Первый из днем, второй, возможность, привет, плен, 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 плен. Все. И, как бы, на уровне комментариев все так и остается. Пусть я такой человек или активный болельщик. Вот моя работа как болельщика. Я хочу, чтобы этот путь сиял, чтобы он прославлялся, и чтобы в Ростове люди, которые понимают, в каком процессе мы находимся, говорили, правильно все делают. Естественно, люди, которые это будет мне нравиться. Я их понимаю. Которым нравится, чтобы Ростов играл во втором дивизионе, шестое, тринадцатое, пятнадцатое. Просто приходить, там, как дистанционер. Скучно. Посмотреть, поругать тренера, поорать на судью, на игроков, всех встретить, выйти за калитку и забыть до следующей игры. Ну, как бы, хочется... Я, как ты знаешь, у Илона Мастера, это так, что уж тут говорить про нас, Грешина. Поэтому хочется попытаться что-то сделать, как-то перекрутить. Может ошибиться, не знаю, но пришли мы туда и прошли такие тяжелые годы, мы попали в пандемию, мы попали в такие тяжелые времена, что ни один болельщик, который был рядом с нами, не сказал ничего плохого. А тот, кому было все равно, сказал, «Ну, понятно». Никто не знает, откуда платили себе зарплату и закрывался весь бюджет. Но это я делаю от чистого сердца, потому что я этот труд люблю. И когда мы стали серебряными, для меня это был один из главных дней в моей жизни. Маленький, маленькая победа, но очень большая, потому что работал в сплачевном коллективе. Иными словами, там остались все-таки люди, которые, естественно, высказываются против, но люди, которые с тобой были, они… Я их по фамилиям знаю. Я знаю, кто… Там не так много, в принципе, 100%. Поэтому я их не удивлю. Я знаю всех людей, кто… У нас есть такой замечательный центр, легендарный армеец, футболист, легендарный. Вот он комментирует всегда и говорит, что все пропало в течение 20 лет. Ну, видимо, нам надо было взять его главным тренером, чтобы все не из детской школы перевести. Я знаю очень… Я, на самом деле, глубоко настолько погружен, что нам надо эти 4 часа посвятить тому, каждому болельщику, что, кто говорит, о чем, как и почему. Ну, 4 часа не будет, два коретких еще, просто дополнение вопроса. Давай. Поскольку люди все-таки пойдут на новую команду, будут ли для них какие-то выезда у нас? Конечно. Ну, если, если тебе интересно, для твоего выпуска, могу тебе рассказать, какая была работа проделана, могу тебе прислать кучу материалов, интересных, какие у нас были выезда, организованные нами, для болельщиков. Ну, просто одним глазком посмотришь. Для нас это было самым главным, на самом деле, самой главной работой, даже не ориентируясь, без ориентирования на игру команды. Мы ездили, не знаю, как-то. Мы везде практически выезжали и проводили замечательное время. Это было здорово. Ты сам уже упомянул народную команду. Какое-то особое отношение к матчу в частности не будет? Сто процентов. Это самый ожидаемый матч в нашей, так сказать. Не вопросов трудно это быть, а просто политик на самом деле. Мне кажется, красочный, яркий, интересный матч. Я с удовольствием и с нетерпением жду этого дня. Приду, собаку. Придёте. На какой сектор придёшь? Ребят, пресса. Ребят, пресса. Хотелось бы... Вот он сказал, в стороне повстают. Вот так они всегда остаются в стороне. Да ладно, дай мне это сделать. Пошли. Не знаю. К нам на всех к Динамо Цухоли. Важно. И мы к Динамо Цухоли. И мы к Динамо Цухоли. Важно. И мы к Динамо Цухоли. Раз уж коснулась речь Дерби, то тоже хочется не тогда задать вопрос по поводу Дерби СК Ростов против народной команды. Насколько это осуществимо? И момент в том, что было бы классно и прикольно провести его в Ростове? Еще раз вернусь. Мы получим решение. Да. Начнем с того, что немножко расскажу из тех планов, которые не реализовались. Для многих ребят здесь сидящих. Не секрет, что мы планировали матч-открытие сделать в тот же день, когда у вас есть день рождения, когда концерт в Москве и планируют все сделать новое время. Так сложились обстоятельства, в том числе и печальные, ну скажем так, в помощь пострадавшим, в которых мы 13-го числа делаем большой благотворительный матч, поэтому многие календари расписания поехали, в том числе российскую премьер-линию, в том числе Кубка России. Поэтому на 20 апреля нет возможности сыграть на вебе, потому что в связи с крахмат и, в общем-то, не получился. Мне кажется, классный кейс, если Василий Михайлович примет участие, если народная команда посоветствует. Если вдвижие со своей стороны включится в эту историю, то, мне кажется, нет ничего круче, чем в период, когда российский премьер-линию закончили. Этот сезон матч в СК Ростов народная команда сделает, например, на том же вебе. Потому что у нас для народной команды еще один сюрприз приготовлен. Я думаю, коллеги из инлайн, если захотят, расскажут. Ну, на домашнем студионе в ССК. Это первый вариант. Я сейчас дойду до того, о чем будем говорить. Это фантастика. Второй вариант, это, естественно, немножко более фантастический, все-таки логистический для Ростова достаточно сложный. Но, если одна команда, например, Васиченко, он все-таки привык, мне кажется, ездить не только на автобусе или на поезде, еще на автобусе. И остальные его сокомандники согласятся. Ребята из народной, мне кажется, это поддержат быстрее. То матч Ростов вообще крутой кейс. Время для этого подготовиться есть. Если не ошибаюсь, это будет конец июня или начало июня. Надо посмотреть. Еще девятая неделя после старта сезона. Я думаю, что будет крутой праздник и для города, и для лиги, и в целом для команд, на который точно придут как и красно-белые, так и красно-синие болельщики. Поэтому инициатива от команд такого формата нам всегда приветствуется. А дальше, как говорится, упакуют в ту картинку, которую болельщики футбола и медиафутбола, естественно, запомнят на дом, когда это было бы классно. Это будет лучший день для всех. Мне кажется, что это очень будет Мне кажется, и так много людей, которые реализовывали ваши мечты, с удовольствием буду в их числе. Согласен. Спасибо, Николай. Так, вторые вопросы. Готов задать. Да, пожалуйста. В конце человека. Да, ты единственный человек. Ты единственный здесь человек. Всем привет. Я Интогресский, Тэн Масаковский. Классно здесь оказаться, потому что много раз сюда приходилось слушать музыку. Вот сейчас футболы и музыка объединились как-то. Здорово, когда классно местами объединяются. Большой вопрос касательно Ростова, да? Вот опять же, мы говорим о том, что Каматуре еще и... Ну, наверное, все-таки город. Поздравляю вас с началом от и футбола. Это футбольная история. Но... Вот вы назвали боеческих пессимистами боеческих СКАР. Их можно понять, потому что у них нет команды, на которые они могут сходить. Это же кайф, когда ты можешь на выходных пойти послушать любую музыку, сходить на футбол, выпить пивка, пообщаться с друзьями. Это кусок от сердца нарывает, да? 100%. Я не стал пессимистными, но я сказал, что я понимаю, и как важно иметь команду, за которую больше вопросов пополить. У нас другая задача немного, поэтому я развернуто ответил на первых двух вопросов. Да, третий вопрос. Если вопрос о том, чтобы сделать меня плохим, я привык, потому что... Нет, нет. Вопрос от этого... Мы запоминали у них мечту. Задать вопрос можно? Да. Ну что, что? Спасибо. Спасибо. Я просто пытаюсь понять. Вот, например, мы привели в интервью Антону, или с тобой другие интервью. Вы рассказывали о планах, которые были, когда вы заходили в клуб. По объективным, субъективным причинам они не состоялись. Да? Инфраструктура, спортивные результаты. Вот сейчас, как вы планируете поддерживать связь с Ростовом, с городом? Да? И как вы планируете поддерживать связь с этими людьми? Понятно, что есть очевидное решение. Как минимум, как минимум, сыграть простое. Я говорю, что Николай Юсиков работает над этим. А вы сейчас не слушали, что вы говорили? Слушал, слушал. Да. Понятно, что, наверное, вы будете организовываться для болельщиков, в том числе, автобусы сюда, в Москву, на матч команды. Я же это говорю, что Николай Юсиков. Да. А еще надо мне вам еще раз сказать, что вы один раз говорили. Нет, просто я хочу понять, что вы еще будете делать для того, чтобы поддерживать связь с городом, связь с этими людьми, и для того, чтобы Ростов оставался не только названием. Понятно. Я просто не знаю, что какой формат, что мне будет еще раз все это пересказывать. Первый матч в Москве, который будет у нас в рамках медиа лиги, мы уже заказали, зафронтовали автобусы, которые привезли. 5 автобусов, которые будут стартовать по традиции из-под стадиона ЦСКА, на Чикаловском, откуда всегда, и на выезда, на выезда, откуда на выезда и стартовали автобусы. Вот. Для того, чтобы быть с Ростовом. Ну не знаю, я вот из Ростова уехал, в этом году будет 17 лет. Вот, 17 лет. Перестал я чувствоваться ростовчанином, но у меня, конечно, у меня прописка ростовская до сих пор. Кто-то может мне сказать, что перестал летать с ростовчанином, потому что переехали в Москву, но нет, конечно. Ну, хотя сумасшедших хватает, я понимаю. Не знаю, в моменты, когда мы входили в клуб, еще раз расскажу очень важную полезную информацию. У нас были партнеры, были большие планы, о которых мы рассказывали, они были зафиксированы, но потом пришла пандемия и, к сожалению, все сложилось не очень хорошо для футбола, у которого нет государственной поддержки. Нам пришлось сохранять зарплаты игрокам, оплачивать весь процесс, не вырезая ни в чем. В чем я себя и своих коллег поздравляю за пройденный и очень тяжелый этап мы очень в Ростове. Связь с Ростовом, ну, Николай сказал, еще раз перескажу два слова, видимо, сегодня моя такая судьба кукурузского рекера, повторяя то, что было сказано уже до нас. Будем делать в Ростове, конечно. Тяжелые испытания, естественно, все переживают, конечно, новый формат. Ну, не знаю. Если я могу являться негативным героем, я к этому привык, я в русском рэпе делаю что-то о себе плохого нового слышать, я не услышу уже никогда точно. Поэтому время покажут кто из настоящего ростовчана и кто сделал больше для футбола. Посмотрим. В рамках моего присутствия в футболе, это не время вообще ничего на самом деле. В рамках условий футбола русского, советского или постсоветского это вообще не время. Поэтому будем организовывать что-то. не не хочется, чтобы ростовчане разочаровывались, но как получится. так хорошо. Спасибо. Следующий вопрос. Кто поднимает руки? На спорте с первой минуты хотел задать вопрос. Пожалуйста. Здравствуйте. на спорте на спорте на спорте Денису тоже будет. Василий, насколько часто у вас будет получаться участвовать в медийной жизни команды? Ждайте вас на следующих конференциях, матчах, роликах. Может сами выйдите на поле? На поле ты меня видел? Да. Не надо говорить про свою форму, про свою посмотрел. Думаю, у нас комминка сидеть нельзя. То есть она подам не может. Я максимально принимаю участие. У нас составлен совместный медиаплан. Мы используем все свои ресурсы именно как польское объединение с большим количеством подписчиков. Можно статистику всю посмотреть, как мы это все механизируем, как это работает. так максимально принимаю участие. Был на замечательной игре с козлами. Смеялся души. Первый раз увидел, как люди сильно переживают за свою команду. Мы про козловы. Он забил и не переживает. Как будто он забил. Но это был для меня опыт. С нами будет все посложнее. У нас суровые любители. Медиа футбол это история надолгую для скана. Есть ли у вас мечта вернуться в профессиональный футбол? А я не считаю, что медиа скажет, что медиа лига это не профессиональный футбол. Вы о формальности говорите? Возможно. А что значит профессиональный футбол? Критерии какие? У нас должно быть для аттестации детская школа стадион и громадный бюджет. Но если это так, тогда это борьба бюджетов. Самым главным является борьба футбола. И у нас есть возможность играть. Я считаю, что медиа лига это единица профессионального футбола. В таком формате. что и доказывает и отношение людей и любовь к людям которые уходят на поле особое внимание. Потому что люди выходят играть и борются за победу на максимуме своих сил. Достаточно мне кажется для того, чтобы быть профессиональным футболистом. Кроме меня здесь все основные люди профессиональные футболисты. Если вы в этом сомневаетесь приходите на сектор попалите за скоросток либо за наших оппонентов. Все понятно видно сразу продавайте. можно приезжать и посмотреть на сторонники как играли люди. Просто глянуть одним глазом для того, чтобы понимать что это за история. Я отношусь как профессиональный футбол. Если у кого-то какая-то в лобе лучше находиться в третьем или втором дивизионе лишь бы принадлежать высокому званию профессионального футболиста. Мне кажется, что время другое. это как профессиональный артист. Раньше был профессиональный артист. Это минимум заслуженный народный. Все перевернулось в один момент. И вот как раз моя заре моей карьеры музыки. мы начали собирать первые площадки 5000-7000. Мы все говорили кто это такой чудно? Он же не профессиональный артист. Все, понимаем, ушел. Кто ли успел, кто остался там. Вот такое время сейчас интересный вызов. Мне кажется, что и футболисты не с примерами и с первой и с второй надо задумываться. Мне кажется, что это интересная конкуренция и интересный вызов вообще отечественному футболу. За это надо поблагодарить всех участников этого процесса. Василий, что вы будете готовы сделать, если выиграет этот сезон в медиалике? Что я буду сделать? Ну, побриться на лысо, что ли? Пригуляем? Пригуляем? Ну, это Коля, просто. Шутка. Ну, на лысо побрюсь. Или нет, это команды. Мы все команды подберемся на лысо. Это у меня шуток укус. Может, ну, химию мы оставим, все будет хорошо. А что можно, скажи, как ты видишь? Что мы должны сделать? Вилана, я. У меня вариантов нет, я вот от вас хотел бы узнать. Давай в конце об этом поговорим, я подробно. Давай в конце сказал, премиальные дадут. А, вы сказали, мне премиальные дадут, да? А я должен дать команду премиальные? Бесплатно играют, а еще премиальные дадут. не угрозы проигрывают. Можно еще вопрос Денису? Если вы говорили, что перед тем, как вернуться в СКА говорили с Дмитрием Кузнецовым, что вам главный тренер рассказал о Медиа Лиге? Ну, в принципе, он мне все то же самое сказал, что это современный развивающийся проект, и здесь очень интересно, и, как правильно заметили, в России есть какие-то свои правила, но сказать, что это кардинально расходится вообще с футболом, я бы такого не сказал. Ну, хочу, наверное, добавить от себя. Понятно, что много вопросов к нему, но на самом деле на тот момент, когда команда находилась в тяжелом состоянии, да, в момент пандемии я как раз работал там. Я вам скажу так, что я общался практически со всеми командами, да, руководителями, игроками, и так далее. У всех были проблемы, и в том числе, ну, наверное, в 9 из 10 клубов, не важно, в коллегии они находились, все условия были ущемлены. В нашей команде такого не было. То есть, мы выходили на связь с Zoom очень часто, мы общались, мы тренировались по Zoom, расписывали тренировки, и, что касаемо финансовых обязательств, они все выполнены в полном объеме. То есть, люди слова. почему? Ну, наверное, я и сегодня здесь нахожусь. И, я вам скажу так, что, для работы были все условия. У нас было очень много молодых футболистов, как раз таки местных с Академией «Понедельник». А вот, и, на мою просьбу предоставить мне еще дополнительные занятия на поле для их развития, было все сделано. И я вам скажу так, что, та работа, которая была проведена, она дала свои плоды. Мы же можем говорить о ком году, можно выиграть чемпионат, можно не выиграть чемпионат. Но, наша работа, самая главная, это руководство, то, что все, что сказано, было выполнено. А на сегодняшний день многие ребята, которые находились в команде, они получили возможности играть намного выше уровня. И во второй лиге, и в первой лиге. У нас есть игрок, который пришел, у него статистика была два забитых гола за сезон. В прошлом году в премьер-лиге он забил 9 мячей. В НЛ, когда я уехал забрал Русь с собой, он забил 10 за круг. И сейчас молодые ребята, которые были, тоже у нас там продолжают играть в разных командах. Я думаю, что это говорит о том, что клуб серьезный, и помогает в первую очередь ребятам, тем, которые хотят. результаты это все субъективно. Мы можем на примере кого угодно сказать. У нас есть тренер, один из лучших в стране, он тренирует сборную. Ростов, он же не выиграл чемпионат на сегодняшний день, и Ростов не занимает первое место. Поэтому здесь, на мой взгляд, Ростов движется в нужном направлении. как правильно сказал Василий, те, кто будут говорить, они будут всегда. Вот. Наш дело двигаться вперед и помогать ребятам реализовать свои способности и мечты. Да, Нест? Кто-то? Ромашелинский, да. Спасибо. Немножко по поводу возможной игры за «СКА» в «Мельной Риге». Можно ли то, что вы не приняли участие в «Мальчиках»? Ну, мне надо точно два месяца еще, чтобы он сейчас останется быть готовым? Нет, для того, чтобы снимать вес где-то. Готов психологически, но это будет смешно, но я готов. Мы же реализуем, мы же не хотим превратить игру «СКА» в развлечение, где будет десять замечательных людей и этим «Толстяков». По крайней мере, забавно. Можно в рамках это провести элитического марафона. Я повторюсь еще раз, мы не занимаемся развлекательными вот такими не очень и не очень моментами. Хочется, чтобы все-таки команда показывала футбол. с удовольствием бегаю. На большом поле конечно у меня не хватит, на карлике я побегал бы, посмеяюсь бы. Просто когда есть практика, что и в том числе на дети клубов выступают, играют. Я еще раз повторю, что я понимаю, как это работает, но по причине того, тех людей, которые присутствуют здесь и находятся в команде позволить себе такую инфантильную глупость я не могу в рамках игры. Вот. Вот. Так просто, если вам будет интересно, я могу еще один побегать по полу. С мячом. Посмотрите, как это выглядит. Правильно я еще так же понял, что команда заложена в результат и в основном будут в персональные игроки выступать не без предложения каких-то дополнительных медийных людей, там, условно говоря, актеров, музыкантов, кто бы так же мог составляться командой модели. Сейчас команда скомплектована и присутствуют и, как правильно говорить, медиалица известные. Также присутствуют игроки, которые к концу сезона станут медиалицами. Это вообще мне очень симпатична позиция в медиа в том, что внимание сконцентрировано не только на уже состоящихся в медиа игроках, а просто в целом на командах. Кто покажет себя, как сложится его отношение с болельщиками, так и будет. В нашей стране просто, к сожалению, в профессиональной футболе отсутствует формат звездный футболист. Как-то сложилось, что вам стало известно? Ну и так, на этом мы не знаем. У нас есть немного опыта, так сказать, в создании медиа образов касаемо музыки. Понятно, как это работает. и я думаю, что мы сообщая объединить таланты и способности игроков и наши общие ресурсы и сможем сделать очень интересные вещи в этом смысле. Как вам в целом такой формат именно медиа перепалки? Готовы, я так скажу, к этому? Я еще раз говорю, я русском рэпе сделал, чтобы перепалки то, что здесь без этого нельзя. шудить в смысле или оскорблять. Ну, как удобно? Да, как и вам, как удобно. Поверьте, хватит и у нас бога таланта, и юмора, и новости, и хорошего настроения. Главное, чтобы все было в рамках и не переходи по определенному смыслам на личности. Если вы будете переходить, то будем дальше умничать, веселиться и травить. Вопрос Денису. Тоже, как вы смотрите такую перспективу, чтобы Василийц провел один матч? за кадром. У нас место в стартовом составе никому не забронировано, поэтому при определенных обстоятельствах и основаниях больших людей. А я могу? Это я спрашиваю, я могу сыграть тоже? Да. Все не, я предлагаю вам сделать просто ангер полон какой-нибудь просто, назвать его Винни-Пух, и, видимо, что мы отлично погоняем. Там би готов все ваворот制 готовы. Там би готов? А там би готов, которые тоже все в аварации готовы. Будь добрым. Будь добрым. Будь добрым. У меня, правда, убирают. Ну, я даже не сомневаюсь. А в Ростов написали «У вас убрали команду, кони». Всё понятно. Ничего. Классная работа. Так. Когда игра? Я думаю, где там. Мы договоримся, всё здесь. Живо. Василий, где хотелось бы больше сыграть? На Вэппоре или всё-таки в Ростове? Да, в Ростове, конечно. В Ростове. В Ростове, конечно. График сложно подстроить? Расчистим график. Не то, что подстроим. Расчистим его. Ну, всё это. Шассиональный язык. Потому что это будет историческое событие. После 1981 года, я думаю, надо как-то народной команде что-то сказать. Факты. Так, ещё раз бы хотел отметить нашего генерального партнёра Винлайн. И переключиться тоже к важной теме. У нас ещё одно есть подписание. Это наш партнёр, который помогает нам в раздевалке, на играх. И вообще, в принципе, везде. Вода Варгол. То есть, наш новый партнёр Евгений. Глава компании Варгол. Тоже в торжественной атмосфере. Василий, можно с радостью передать? У меня два вопроса. Первый, я хочу повернуться к вашей фразе и попросить пояснить. Вот вы издавали фразу о том, что болельщики Скоростов, когда уходили за пределы из стадиона, во время игры они переставали быть болельщиками. Что вы имеете в виду? Сколько вообще болельщиков ядро аудитории у Скоростов и чего вы от них хотели? Как они должны оставаться болельщиками Скоростов в тот момент, когда у них нет? Я от них ничего не хотел. Я констатирую то, как складывалось взаимодействие Скоростова, находящегося в таком положении. Я говорю до моего прихода. Ну, сколько? Давайте посчитаем, сколько приходило на матч, допустим, Скоростов, Чайка, активный сектор. Плюс наши братья из Москвы, когда приезжали на автобусах. Ну, сколько, порядка 500 человек, да, где-то было? Нет, именно активные болельщики 500 было на секторе с Чайкой. Ну, плюс-минус, и когда на форты ездили. Ориентировочно, наверное, на секторе с Чайкой на стадионе Трук было... Нет, именно активных болельщиков, не именно шизящих. Ну, порядка 130 человек. И в целом на стадионе сколько было на стадионе Трук? 500. 500 человек. Вот и все. Хотя по статистике есть такая негласная как бы статистика, как делится Ростов по болельщикам, да. Что за Гасси Гмаш до его исчезновения болело 50% голода. За там, Спартак, плюс к этим еще 10-15-20% остальное. Это болельщики Каньки. Ну, по причине того, что все так сложилось со стадионом, со всей структурой. Ну, мне не хочется сейчас подать вот в цифры и в кадастр. Да, посмотрите, что стало там со стадионом и с удобством посещения матчей. Каждый матч с Ростова нам приходилось находить стадион, на который мы могли зайти и в арендном режиме играть. И это каждый раз было очень тревожно, проблематично. Вот у города существует один клуб любимый, еще один клуб любимый. И это у нас не было дело. Но это было симпатично. Существовало в таких радикальных, так сказать, рамках. На мой взгляд, болельщик – это человек, который, выходя со стадиона, находясь в обычном ритме своей жизни, продолжает быть активным. То есть он болеет за интересы своего клуба, отстаивает его позиции, ясно, громко, понятно выражая свою позицию. Не просто возмущается где-то тихо, но отстаивает интересы клуба, который, по его словам, ему дороже жизни. Вот вы за какой клуб болеете? Не за какой, я болею за конкретных людей. Ну, из-за конкретных людей, из-за кого болеете? За свои знакомых. Это все-таки ваша конференция. Ничего страшного, здесь не наша гест-конференция, мы просто встречаемся. Из-за кого болеете, например? За сборную Россию. За сборную Россию. Если что-то будет ущемлять ваши интересы как болельщику, вы что будете делать с этим? Я выскажу какие-то свои контенции. В каком формате? В каком формате? Либо через свои соцсети, блог, ютуб и прочее, либо лично… Насколько вы будете категоричны? Максимально. Ну, то есть вы готовы максимально идти до того момента, когда вопрос решится, не успокаивать? Нет, конечно. Если мне приведут разумные аргументы о том, что вопрос невозможно решить, я это понимаю. Вот вы, пример, активного болельщика. То есть вы, выходя за калитку стадиона, не перестаете ее убить. А остальное, как бы, в целом, вот истанически вся ситуация с болением и соотношением со Скоростомом, оно очень спокойное. То есть такое ощущение, что всех как бы устраивало то, что происходило с Скоростомом и с тем, в каком состоянии. Ну, находится было, по-моему, два групповых письма на имя губернатора. И все, как бы, этим все закончилось. Но это же, во в том числе, и говорит о том, что вам за то время, когда вы стали владельцем и в плавлено туда свои деньги в ситуацию, не удалось переломить? Почему? То есть за пределом, ну, вы же сами сказали, что 500 болельщиков приблизительно, насколько я понимаю, не трон. Эти люди приходили на… Эти люди приходили, потому что мы добрались до второго места и стали соединительными призерами. Понимаете, о чем я говорю? Что та работа, которая была, наверное, проделана, тяжелая работа, которой не видно никому, кроме нас, она привела к тому, что люди стали… молодежь стала приходить. Люди, которым интересно армейский спорт, да, стали возвращаться на стадион. Все не просто, на самом деле. Я же не сейчас не говорю, что я такой молодец, они такие равнодушные. Все переживали, все, конечно… Но в том положении, в котором находится Скоросток сейчас, и те претензии, которые я слышал, они не соизмеримы. Это могут говорить те люди, которые положили свою жизнь на то, чтобы биться за существование своего любимого клуба. Я знаю таких болельщиков, и у Скоростока, и у других клубов, я знаю таких людей. Не угономных, не искренне доверяющих. Вот с ними я готов дискутировать. А с людьми, которые просто высказывают свое мнение в общем потоке, ну, как бы, на это время нет, честно. Посмотрите, если вы говорите, у нас такое общение, вот у меня складывается ситуация, это, кстати, неплохо, если футбол не уверен, почему вы приняли такое решение. Но несколько раз звучал посыл о том, что… И вы говорили о том, что у нас футбол госфинансирование, и представитель компании «ЛОК» вы говорили о том, что вы частный инвестор. Значит ли это, вот то, что с вами произошло, что вы перешли из профессионального футбола с его требованиями, с его системой достаточно жесткого лицензирования, вы говорили о требованиях по стадиону, что в профессиональном футболе, если ты не богаче уровня Галицкого, если ты не в списке «Форбс», то финансирование даже угол 2-го дивизиона, ну, вы достаточно обеспеченный человек, даже для вас становится, ну, предприятием, ну, когда больно. Когда вы поняли, что для вас это достаточно серьезный убыток, и вы больше не в состоянии выполнять те требования профессионального футбола и лицензирования, вы переходите из системы профессионального футбола в систему медиалиги, где требования не такие жесткие, и где вы не будете столько тратить, а будете зарабатывать. Я убежден, что у вас, допустим, при переходе из профессионального футбола в медийный, привелось несколько спонсоров, и вы, я думаю, что уже бюджет на лиц закрыт. Веря мне ход моих мыслей. Продолжу, продолжу ваше изложение. Помимо того, что без госфринансирования очень сложно соответствовать уровню и решать задачи, которые, на мой взгляд, могут решаться намного проще, плюс то положение, в котором находится хуб. Когда мы приходили в Старосток, мы об этом говорили, да, о том, что у нас был партнерский договор с моими друзьями, которые являются владельщиками, но пандемия разрушила экономическую модель всю. И все легло на наши плечи в том формате, в котором происходило. Больно мне или не больно, просто не хотелось оставаться в том формате. Я не считаю второй дивизион тем форматом, в котором имеет смысл играть сейчас. Больно – это не больно, деньги – это не деньги. Мы могли бы продолжить так же играть, я каждый месяц бы оплачивал весь тот объем потребностей, которые были, но просто продолжать играть во втором дивизионе с новыми этими тороплениями смысла не вижу. Вот такой вот, вот мой ответ – честный, прямой подъезд. Сколько вы тратили своих денег в год на скоростов, увеличивающих профессиональный футбол и фауар по сторонам? Много? Сколько? Много. Ну, 180 миллионов в год. В свои деньги? В свои деньги. Сейчас у вас бюджет закрыт, вы не тратите на скоростов ни денег? Нет. Это коммерческая информация, не могу и по партнерским вопросам разглашать. Но нам будет точно легче играть, сконцентрировавшись на футболе. Сто процентов. Ну, то есть 80 миллионов сейчас в медиадеке своих денег вы не тратите? Трачу бесконечное количество денег, как и тратил. Нет, вы сказали, но все-таки сумма была конечной в профессиональной футболе – 80 миллионов. Она была до 90, иногда 60, иногда 70. Все зависело от того, в каком мы формате существовали, как в медиадеке. Я просто веду так, что… Я могу… Вы знаете, я объясню. Та информация, которая связана со мной, как с инвестором в СКА, а скорее в профессиональном футболе, я могу эту информацию разглашать. Информацию, которая сейчас является коммерческой, разглашать не могу. Могу рассказать, что траты происходили так, что происходили в разных форматах. Вот и все. Вас не удовлетворяют, что каждый год я платил 80-90 миллионов в год? Вы спросите, ну что зачем не удовлетворяют? Это шутка была, это шутка была. Это была шутка. Это была шутка. Я помню. Я веду к тому, что просто в медиадеке, ну, вы зарабатываете. То есть она на футболе вы не зарабатываете. Сколько я зарабатывал? В медиадеке? Да. Ну, это коммерческая тайна. Нет, ну, вы должны сказать, если вы говорите о футболе технике сейчас, сидя за камерой. Вот сидят, представляете? Нет, нет. Разговор между мной. Я не полагаю, хорошо. Скажите, вот проблема, послушайте. Вот проблема всех. Я не полагаю. Послушайте, проблема всех людей из зала, кто сидит за камерой. Да. Они говорят, как будто знают и выдают это за чувство моментов. Чтобы... Сколько я зарабатывал? Я полагаю. Давайте, поверите на себя камеру, скажите сколько. Я думаю, что у Василии Укуленко... Лично я столько зарабатываю. Да, в медиадеке не тратит, а зарабатывает. Сколько? Сумма, которую он зарабатывает, я не думаю, что он... Нет, нет. В медиадеке вы знаете. Вы же говорите о футболе технике. Василий, тогда... Сколько? Нет, нет, подальше уйти ко мне. Сколько я зарабатываю? Вы же говорите, как журналист. Вы же профессионал своего делаете? Вот здесь у нас идет речина, понятия, что, будучи журналистами профессиональными, вы пытаетесь давать хорошую поверку. Нет, послушайте вы. Послушайте вы. С уважением. Давайте, с уважением. Мы не поднимаем с уважением, правильно? Я профессиональный в футболе, вы профессиональный в журналистике, правильно? Поэтому я вам скажу, вы перед тем, как говорить, что вы знаете, сколько я зарабатываю, вы говорите, сколько я зарабатываю. Если я не просто пиздец... Я скажу слово, предполагаю. Послушайте. А, предполагаю. Обижать так, как вы сейчас опинились на меня, когда говорите, у меня предположение. Двухой. Я вас. Двухой. Конечно, но не столько... Если я тратил на журналистику вашего уровня, это было бы больно. Вы считаете, что я вам не очень похоронил? Да это шутка. Вы о чем говорите? Да я пошутил. Это мое предположение, как вы сказали, насчет моего заработка в медиалии. Поставьте камеру, поставьте. Нет. Так сколько я зарабатываю в медиалии? Интересный вопрос. Вопрос я не могу пройти вину. Я хочу знать, насколько меня обдирает просто. Насколько на что? Меня обдирает. Я хочу сказать, сколько я зарабатываю медиалии. Вы только не волнуйтесь. Видите, вы чуть-чуть в моей ситуации оказались. Нет, я просто пытаюсь посчитать. Посчитайте, давайте. Я пытаюсь посчитать. И мне кажется, возвращаясь в твою мысль, вы не говорите нам все правды. Вы хотите показаться таким хорошим? Вы мне не говорите. Спасибо. Спасибо. Почему? Вы меня несколько раз перебивали. Вы меня перебивали. Хорошо. Вы меня перебивали. Хорошо. Спасибо. Пожалуйста. Давайте без этой красивой херни, пожалуйста. Хорошо. С максимальным уважением. Извините, пожалуйста. Вы просите. Я пожалуйста. Вообще не пожалуйста. Все хорошо. Я пытаюсь сказать одну простую мысль. И зацепиться за нее. Да. Мне нравится подход к частному финансированию. Я так же, как и вы, против госфинансирования. Но мне кажется, что вы в данной ситуации не хотите сказать основную мысль. Что если вы не супер богач, то для вас тратить в профессиональном футболе свои деньги становится не то, что черная дыра. Это становится в какой-то момент больно. Да почему у вас этого нет? Я предполагаю. Сейчас такую формулировку изберу. Я предполагаю, что в медиагиге вы будете зарабатывать. И это хорошо. Вот. Это хорошо. Вы предполагаете, что я в медиагиге зарабатываю. Я еще не заработал. Скажу, можно вы такой вывод? Я не заработал в медиагиге ничего. Да. Мне было тратить деньги не больно. Мне было трудно их зарабатывать. Потому что я зарабатывал их сам. Но отдавал их с радостью туда. Дальше. Вас обидеть не хотел. Потому что я думал, что вы крепкий орешек. Вы спокойно дискуссии. Обидеть вас не хотел. Я просто привык к тому, что... Привык отсекать сразу вопросы, в которых кроется мутника немного. Поэтому я у вас спросил про сумму. Мы сидели... Я убежден... Вот вы меня сейчас перебили. Вы меня сейчас перебили. А, все, мы считаем все так. Хорошо. 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 Это нормально. Это нормально. Это нормально. Какая сумма для вас больная, скажите, была? Но я не смог потратить, как вы, 80 миллионов рублей. Да я бы, может быть, не смог. Но у меня были обязательства, которые я взял перед клубом. Потом мои партнеры пофинансировали, у них ничего не получилось. И я остался вот один. Вот так сложилось. Это страшно. Но я как бы не дам, а чтобы... Я прошу прощения перед девушками. Я как бы... Сожалеть об этом не хочу. Я рад безумно. Что сложилось так. И... Тому как... Если мы заработаем в медиалиге... Ты что, вас сомневаешь? Но будет классно? Лично я, как Василий Вагуле. Что вас не устраивает в профессиональном футболе? Вы поработали несколько лет владельцами. Вы видели все траты, все требуемые лицензирования. Я правильно понимаю? Я говорил об этом один раз. Могу сказать еще раз. Мне кажется, что для клубов 2-го дивизиона нужно упрощать систему сертификации. Стопаться. Лицензированную. Ну и пусть будет так хорошо. Нужно упрощать это. Избавлять клубы, в которых правда работают энтузиасты. А где вот на 5-ти земли, Василий, упрощать? Что? Что выбирать? Детскую школу можно как-то... Хотя бы на время того, как клуб перейдет лучше. Малоговое положение. Знаете, сколько налогов платит клуб? Как вы думаете со 100%? Ну я даже здесь подплакать не могу. Вы не знаете? Нет. Серьезно. Серьезно? Ну если бы я сделал. Вы просто на таком гребне волны ворвались. Я думал, что вы все знаете. Но волна немножко. Это другая история. Главное, что... Скоро на гребне, да? Хорошо. Ну как вы думаете, гипотагенически создавал цель? Ну у тебя, в смысле, о Питер-Лецком положительные вещи. Но я не могу думать аналогов. Ну что? Давайте сыграем в игру. Скоро, ну как вы думаете? Давайте сыграем в игру, как спортс startup Social. В 2016, в 2014. Скоро, скажи? Я вам с этим могу вам сказать. Молодец. Если, если вы… Обещание какое было, что если вы что-то выкроете, вы branding в майки Спартака, выйдите в майки Спартака, человек будет красивый. Скажите, пожалуйста, сколько процентов платит налогов. Клуб? Как вы думаете? Ну, слушайте, даже ничего не будет. Если вы покажетесь профаном, ничего страшного. Я не хочу показаться профаном. Я не буду говорить. Ну, зачем? Ну, хотя бы. Если вы от меня... 42%. Второй дивизион. 42%. Платит налоги клуб. Ваши оценки. Ну, подождите, вы имеете ввиду, просто налоги... Я не верю налоги. 42% налогов. Это не есть налоги на все. 42%. Как вы оцениваете еще частные инвестиции в клуб? Ну, это серьезно. Ну, как бы в этом вопрос... Без претензий, я как бы... Это крайне логи. Мне стоит... Я как бы не лылую и не буду говорить. Просто вам как бы немного рассказываю тайну. Чтобы вы понимали, как все происходит. Вы не будете разу платить налоги в медиалибе? Буду, конечно. Мы везде платим налоги, и все происходит так и происходит. Больно это, страшно. Мы же говорим о том, что можно было бы изменить во втором дивизионе для того, чтобы улучшить существование клубов и так и финансовые ресурсы использовать, возможно, для улучшения треночного процесса, для приобретения оборудования, спортивного, медицинского. Ну, как бы можно было. Потому что мы платим налоги и своих денег за то, что в нашем регионе играет спортивный клуб. Немного здесь, как бы, у меня стыков, но такие законы. Поэтому мы и вы здесь. У нас сейчас Тринат Висченко взорвется, он слово налог не знает и так далее. Давайте мы перейдем к следующему вопросу, пожалуйста. Если я перешел на личности, мне кажется, что это самая крутая дискуссия в футболе. Потому что, когда она превращается в формальное задавание вопросов и спокойную реакцию, я вижу, что вы человек неравнодушен, и меня радует. Спасибо большое. Следующий вопрос. Мы в медиафутболе, и здесь мы говорим не только про футбол, но и про контент. Зашел на ваш канал. Там единственное видео про медиафутбол это объявление о том, что вы переходите в медиадигу. Это мало? Сейчас я спрошу своего друга. Как вы думаете, это мало? Конечно, мало. Я все полностью в этом поддерживаю. Будем справляться. Вот так надо, вот так нужно. И вопрос, ответы говорят. Вася, не дорабатываешь. Все, на блокноте, на карандаше. И когда будет контент? Какой он будет? Что вы будете делать? Как вы будете удивлять помимо футбола? Ну, карандашические номера. Не сложный фокус. Но я думаю, что тут по большей степени вопрос к медиакоманде, и по большей степени ко мне. Потому что мы не просто так взяли игроков медийных. Висиченко, Кашай, Макей, Комис, плюс Гайнула. И просто что-то заявлять в очередной раз, как это делают все клубы. То, что мы там порвем, у нас будет самый крутой топовый продакшн. Просто делаем все багажом. Ты что, он подойдет? Ну, это понятно. Ну, сейчас на пресс-конференции с Минтубом порвали боссы сейчас на карте. Ну, все, на второй видео на канале уже есть. А мы теперь какой контент сделали боссом? Можно неделю лезать на кусочки, перемонтировать, выдергнуть фразы с контекста. Лучше будет менее материал. Да, по поводу увлеченности Василия. Он уже сказал, что он будет максимально увлечен. Посмотрим, какие это будут цифры. Мы приложим все усилия, чтобы это было топово и круто. Василий даже он в матче в товарищеском боссе на поле пенальти бит. Все четко. Видели, как я не забил? А Светланы забил три подряд. С кем вы меня сравниваете? Минти контент сделал. Есть. Следующий, кто готов? Ну и все-таки вы будете делать какой-то конкретный контент? То есть какие-то шоу или что-то? С чем вы будете ассоциироваться? С чем надо? Скажи мне, я буду делать. От Вас услышать? Потому что я не терзал просто. Хотел от Вас услышать. Есть ли какие-то идеи в медиа? Например, десятки доходов за строительство? Я расскажу. Сейчас я дописываю трючок, и мы будем снимать большие видосы в колтейшен. Это будет в формате DISA с ответом на все вопросы, прозвучавшие здесь и до этого 200 тысяч раз. Мне кажется, что это будет очень горячая штука. Ну, я уверен, что по тексту попригорает очень много фарша. Так вот история. Все. И думаю, с моим коллегой снимать больше интервью, общаться по просто. Мне очень понравилось на самом деле. Вы как же? Готовы сделать этот мир на канал? У нас еще есть просто вопросы, которые писали в комментариях. Это вопрос к Николаю Осипову по поводу. Коль-то я сам помешиваю. Места-то не оставляй. Места-то не оставляй. Телефон нашел. Спасибо большое. Вот что я заработал. Лучше разблокируем между тем. Видишь, как говорят? О, кто-то потерял. Моуэй. О, это твой. Спасибо большое. Пожалуйста. Бюджет команды. Николай, вы просто слушали. А, да. Некоторые команды высказались по поводу того, почему, какого черта команда Скаросток проходит не через стыки, а напрямую. У многих был такой вопрос, что вы можете на это сказать и что скажете вообще эти команды, которые сказали то, что почему Скаросток не в стыках, а мы в стыках. И как вам вообще медиа-активность от тех команд, которые были на стыках? Мы начнем тогда с первой части вопроса. Я уже рассказывал, лишний раз повторюсь, здесь достаточно много людей, которые, наверное, об этом не знают. Наличие команды Скаросток и вообще ее жизненный цикл стартовало еще с 2023 года. Поэтому с ноября месяца мы были уверены в том, что эта команда есть, и она есть как неотъемлемая часть пятого сезона лиги, а не нового и во многом очень переломного с точки зрения развития в целом лиги и индустрии. Поэтому, так как это был не наш секрет, да, и вот сегодня презентация команды, хотя, повторюсь, мы знали об этом еще с сентября-гоября, мы рассматривали эту команду на пару с ребятами из Беларуси, из Демедиа, как полноценных участников лиги в пятом сезоне, поэтому вообще мыслей даже не было о том, чтобы какие-то стыки и так далее организовывались. Более того, Вася скромничает, ты не сильно ему в этом помогаешь. Я, например, знаю, что здесь еще есть несколько людей, кто примет участие в творческой жизни команды, сомнения в которых быть не может по качеству и интересу контента, потому что место, в котором даже мы находимся, оно само себе говорит уже как бренд. Да, если команда Газгольдер берется за что-то, есть ощущение, что будет хорошо. Поэтому, если это секрет, я и знал, что ваш секрет раскрыл, но я знаю, что это есть. Ну, не мы. Многие ребята не знают. Мне кажется, сейчас, находясь в той среде, в которой мы есть, я думаю, что еще после конференции многие наши ребята вас поспрашивают о чем-то более сокровенном, вам в целом придется рассказать, они такие, они добьются истины. Поэтому не надо стесняться, есть Газгольдер, и все, что делает Газгольдер, делается хорошо. Поэтому за контент Скоростоп я не переживаю. Вот, исходя из тех двух лотных, что есть Васева, Приленко, Баста, есть Газгольдер, есть футбольная команда, есть Денис Попов, как тренер, есть, так сказать, Дядь Виттих, есть Фомильярдничею, но... Виктор Панченко, я по отчеству, не помню как. Вот, и мы были уверены в том, что команда будет беспособна, команда будет интересна, команда сбудется народу. Поэтому о никаких стыках речь не шло еще и, напомню, с конца прошлого года. Поэтому здесь ответ о Чине. Возвращается к второму вопросу на тему другого медийно-активности команд, которые участвуют в стыках и так далее. Мне кажется, после того, как ребята знали, что им придется играть, все внимание было сфокусировано на том самом нормальном матче, который может стоить им активного жизненного футбольного цикла в размерах в год, а не с концентрироваться на футболе. Да, мы как лига заинтересованы и заинтересованы в том, чтобы команду снимали и были интересны болельщиками. Поэтому те, кто попали в сезон, считают, что можно бы что-нибудь делать. Я думаю, что для них такой же последний сезон для тех, кто в стыке не попал. Поэтому продолжайте творить, продолжайте радовать аудиторию. Все, что мы здесь делаем, это во-первых и во многом из-за зрителей, которые на всех нас смотрят. И добавление вечерства в Вася, это круто. А то, что Каша еще уделит, меня есть с него есть. Правосвященка, молчу, пусть форум выбирает. Дон форум, форум. Спасибо большое.